сегодня у нас гостях шеф марк то в короткин который посвятит нас в тайны маринования рыбы марк вот рыба удовольствие особенно соленая рыба дорогая рыба удовольствие не из дешевых вместе с тем трудно найти застолья чтобы хорошая хозяйка не положила селедку или там красненькую рыбку да а наверное я вот в этом убежден совершенно что значительно дешевле это сделать своими руками ты совершенно прав возможно даже будет и вкусней однозначно работы физической на 10 минут удовольствие на неделю фантастика срочно учите нас да и как мы начнем мы берем во первых что за рыбу сенга семга любые любая разновидность краска может быть форель может быть семга может быть да значит лучше всего лучше всего а белая рыба вообще не подходит она подходит но это совершенно другой способ обрабатывать и мы сконцентрируемся на а вот толщина должно быть такое достаточно она должна быть где-то два с половиной три сантиметра как бы чтобы рыба хорошо просолилась как и от этого да и от этого зависит время когда она будет в маринаде я то есть чем рыбы тоньше тем быстрее она меньше 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 безусловно и начнем рыба очень любит сахар да да поэтому когда мы когда мы и маринуем яхо 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 пропорции пропорции между солью солью и сахаром он всегда в сторону сахара то есть приблизительно 60 60 на 40 то есть 60 процентов сахара сахара и 40 процентов соли до сахара больше да и тогда тогда получается тогда рыба отдает все свои замечательные вкусовые качества как бы сказать и мы чувствуем это то есть вы взяли крупную соль крупную соль и взяли сахар перемешали это в пропорции 60 процентов сахара 40 процентов соли создали что это такое маринад маринад в котором в нашей рыбы будет будет лежать в зависимости от тоже посуда для маринада нужно глубокий глубокий противень и может быть небольшой в зависимости от от количества рыбы на на кожу я нанес два надреза когда вы приходите к своему продавцу рыбы попросите чтобы он вам сделал чтобы он сделал филе для гравлокса гравлокс это как сказать исконное название аналитное название соленый красный филе то есть имеется ввиду из него нужно нужно взять все кости все кости прямо рукой по нему пройтись да чтобы не чтобы не было не было ничего конечно оно должно быть свежее очень изумительно прямо запах я чувствую данный момент замок постарайтесь я настоятельно рекомендую не пользоваться мороженой рыбы да это сказать это очень это будет очень важно и вы получите максимум удовольствия от того что рыба будет это горчица зерна горчица который выставляет просто горчицы скажем который уже готовая горчица вполне замечательно это тоже тоже очень хорошо я могу намазать готовы горчицы да да а почему тогда вы используете зерна она более душистые считается как бы зерна горчицы более душистые и они как бы не оттеняют они берут именно то количество вкуса отдали отдают которое нужно для того чтобы рыба да теперь естественно ну как я использую алкоголь рыбка любит алкоголь классический рецепт он с коньяком но я предпочитаю арок арок это анисовая водка это вы привозите наверно с каких-то экзотических стран продается если я не положу не коньяк и и рак можно можно и без можно бренди можно виски можно любой алкоголь который сказать будет сладкий сладкий алкоголь как бы сказать он будет но как раз как раз на мой взгляд не очень складки ну то есть алкоголь добавляет изюминку он безусловно как бы и к тому же он покрывает рыбу с тонким слоем который защищает его от таких там чтобы на микроорда микробов да понятно то есть он еще к тому же является консервантин антисептика ясно это что сейчас и лимон лимон или лайн центр и лимон или лайма а но это понятно да это рыба и лимон это близнецы брать практически очень друг другу хорошо от да и вот интересно вы положили смесь соли сахара вниз вниз да а сверху кладете все вкусовые качества ингредиенты ингредиенты да 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 это всегда мы ищем укропчик это да а петрушку это я я не очень люблю как бы сказать как правило есть вот вот укропа укроп он более ароматный я считается очень с анисовой водкой да и к тому же он у более ароматный чем петруска то есть он более ароматен чем петрушка а вот вы не нарезали а разложили для чего для того чтобы потом его удобнее было удалить условно безусловно безусловно и сверху мы засыпаем как бы оставшимся шубу делаю рыбки было там тепло и хорошо она спала сколько времени о рекомендуется рекомендуется чтобы она оставлять под прессом в холодильнике на двадцать четыре часа под прессом под прессом 2 в холодильнике 24 часа а если рыба не такая вот как сказать не три сантиметра 16 16 18 то есть это должно быть больше на минимум какое-то 12 часов 12 часов а дальше стоит может быть попробовать просто и да и да и посмотреть то что есть и теперь мы не будем вас мариновать у нас нету шестнадцати часов и двенадцати недавно вот что у вас та рыба которую вы сделали точно таком так это совершенно один канал ясно теперь у меня вот вопрос значит скажите вот я не ем хлеба да я хочу но вместе с тем рыбу я очень люблю классический русский рецепт это обязательно должен быть бутерброд с маслом да с рыбой как вы но мы живем а красная рыба хотел бы сказать она очень жирно в ней много но этот жир он полезен потому что в немного омега-3 и прекрасных кислот которые полезны для нашего организма они замечательно влияют на на кожу замечательно влияют на наш организм и поэтому рыбу соленую я на самом деле очень люблю ее много ем да но стараюсь как поэтому я в своем кейтеринге использую как правило мы мы стараемся отойти от хлебной тематики ага вот и используем совершенно замечательных сочетаниях саламоном или же таскать различных красных рыб совесть да сам вместе с сырами светлыми белой это очень хорошо сочетается с белым свет из малых лари на замечательно он вообще выглядит уже как-то совершенно бесподобно да да любой стол на котором будет присутствовать такое блюдо блюдо но может гордиться фантастика да 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 и на можно я да да конечно мои клиенты которым я очень дорожу как бы видя такое блюдо всегда аплодисменты хлопают ладоши и проявляют различную степень вот вам наши наши аплодисменты а я хочу попробовать можно приятного аппетита а я вам я покажу как это делается это я бы сыр знаете даже внутрь замечательно это было очень да так сейчас сказочно сказочно а